Наши новости в прямом эфире ОНТ в студии Екатерина Тишкевич. Здравствуйте. Прямые поставки без лишних посредников, а также совместное производство на западе и востоке союзного государства. Президент встретился с губернатором Камчатского края. Это самый дальний регион России. Гость при этом отметил, что этот разговор еще и символичный, так как показывает, что в Минске готовы работать со всей огромной федерацией. Хотя расстояние, конечно, не помеха, но объективная сложность. Наш товарооборот на низком уровне, потому что логистика сильно влияет на стоимость экспортируемых товаров. А то, что дорого, не конкурентно. Выход видится еще и в проекте морского пути через Северный Ледовитый океан. Это проект под личным контролем российского президента. Его Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали не единожды. А с Камчатки Северный путь как раз и стартует. И у экономических проектов есть стимулирующий фактор. Камчатка — это край с удивительной природой, которую пока еще достаточно не изучили ни россияне, ни белорусы. Там же мечтает побывать и Александр Лукашенко. И, как стало известно сегодня, это обязательно случится. Игорь Тур с подробностями. Ни у кого наверняка нет вопроса, а Камчатка — это где? Но на всякий случай это полуостров вертикально над Японией, а горизонтально даже дальше нее. То есть летел Владимир Солодов буквально через всю Россию. Я хочу, чтобы вы знали, что вы приехали к самым порядочным и надежным для любого россиянина людям. Но раз расстояния такие, в обсуждении любой экономической темы есть романтический налет природной красоты этого самого восточного региона России. Не исключение переговоры высшего уровня. Если вы что-то обнаружите на территории Беларуси выгодное для этого романтического прекрасного края, мы готовы подключиться и сделать максимум. Хочу поблагодарить лично вас и всю команду за теплый прием. Мы действительно после долгого путешествия чувствуем себя дома. Ментально мы, конечно, близки, с экономикой чуть сложнее из-за колоссальности расстояний. В январе-ноябре прошлого года товарооборот Беларуси и Камчатского края всего 2 миллиона долларов, что, конечно, в глобальных масштабах копейки. Но всегда можно найти решение. Например, скажет президент, один из вариантов договориться о сотрудничестве без посредников, как логистических, так и любых иных. Я убежден, нам удастся найти возможности, чтобы без лишних посредников выстроить наши отношения. Этим самым мы добьемся того, что продукция, которую мы поставляем туда и обратно, будет намного дешевле. Мы цифры подбивали перед тем, как приехать. Сейчас сотрудничество Камчатки и Беларуси находится на историческом пике. Такого не было с постсоветского времени ни разу. Конечно, еще впереди большой потенциал, и мы твердо намерены его реализовать. Мы поставляем на Камчатку говядину и сыры, лаки и краски, технику от сельскохозяйственной до карьерной и металлоконструкции. А первая статья экспорта края – это, конечно, рыба и прочие морепродукты. Везти за 3-9 земель условно краба, конечно, можно, но краб получится сильно дорогим из-за транспортного плеча. Но нет нерешаемых проблем. Александр Лукашенко скажет, что скепсис понимает. Это будет очень правильно и выгодно, если мы попробуем наладить сотрудничество в этой сфере. Хотя я очень часто и много, бывая и во Владивостоке, и разговаривая с другими должностными лицами, интересовался поставками в Беларусь на это расстояние рыбной продукции. Мне все в один голос говорят, что там можно и добывать, продавать и закупать продукцию где-то поближе. Это известный маршрут, но нам хотелось бы, чтобы мы попробовали все-таки поставлять от вас эту продукцию. У нас в этом плане большой дефицит, поэтому было бы очень выгодно. Если вы не будете против, у нас есть специалисты, которые проработают этот вопрос. Одного желания при этом мало, но у президента есть и варианты решений. Например, Камчатка, как экспортер морепродуктов, может при желании в Беларуси организовать свои перерабатывающие предприятия. Можно попробовать. Мы создадим самые благоприятные режимы для работы и поставки вашей продукции в любую точку, куда вам будет выгодно в Европе и Юго-Восточной Европе, и, может быть, Запад Азии. Еще Минск предлагает надежность партнерства на госуровне. Это когда никакие экономические показатели не нарушат договоренности, если партнеры пожали руки. Это вы можете даже не думать и не обсуждать, если вы решите здесь работать. Все будет так, как мы с вами договоримся. В Беларуси существует большая сеть торгово-логистических комплексов, оборудованных всем необходимым, включая подъездные пути, условия хранения, сортировки товаров к вашим услугам, если в этом будет необходимость. Сами захотите что-то здесь построить, окажем соответствующую поддержку. Конечно, наш визит и символический тоже, потому что мы самый дальний регион России. И то, что мы уже активно взаимодействуем, означает, что Беларусь со всей страной дружит и активно работает. И мы на практике намерены это подтвердить. Символично еще и то, что Минск партнерам предлагает и, если нужно, организовать уже на Камчатке то, что для нас экспортные статьи. Беларусь умеет производить мясо и молоко, у нас есть технологии и кадры, готовы помогать. Делая, возможно, шаг назад касаемо прямых поставок, но инвестируя на результат в долгую. Владимир Солодов в ответ скажет, что готов подключать беларусов к главному проекту региона. На Камчатке строят гигантскую приливную электростанцию. Действительно, на Камчатке, и это моя основная такая задача, основная амбиция, запускать новые большие проекты. Вы упомянули Пенжинскую приливную станцию. Я убежден, что этот стратегический проект в течение 5-7 лет будет реализован. И он в корне изменит экономику не только Камчатки, но и всего Дальнего Востока. Обсудили и туризм, потому что Камчатка – это уникальная природа, где и горы с вулканами, и океан с морями и реками. И вообще край – рай для туристов. Да, это не пляжный отпуск, со всё включено, но от концепции таких пассивных и вредных для здоровья путешествий в союзном государстве отказываются всё чаще. Камчатский край – это мечта любого путешественника, в том числе и меня. Будучи в Питере, в очередной раз Владимир Владимирович мне много рассказывал о Камчатке. Я его спросил про Чукотку, где он побывал, что, как. И он мне говорит, ну такой безмолвный тяжёлый край, а вот Камчатка, говорит, это совсем другое. Это уникальный край. И вот такая романтическая картина у меня перед глазами. И я всё планирую как-то посмотреть на этот край. И он меня всё время приглашает, говорит, вот на Алтае и на Камчатке надо побывать, чтобы почувствовать. И Байкалы, чтобы красоту за Уралья, вот этой России мощнейшей. Поэтому, если вы против не будете, когда-нибудь я найду время для того, чтобы побывать там у вас. Да и в целом, продолжил Александр Лукашенко, в России есть всё для путешествий. Стараниями Владимира Путина это стали лучше понимать россияне. Так что понять это и увидеть должны и белорусы. Если ты хочешь увидеть самые прекрасные места, никуда не надо ехать. Всё есть в России. Субтропики и горнолыжные. Курорты прекрасные. Лучше Красной Поляны в Сочи в мире нет курортов. Я видел и в Швейцарии, и в Австрии хорошие курорты. Но это жемчужина в России. Есть где отдохнуть. И россияне наконец-то поняли, что отдыхать надо здесь. Беларусь посетили в прошлом году более миллиона россиян. Я думаю, что могут приехать и больше. Мы с удовольствием их примем. Едут они сюда не потому, что у них нет такого места, как Беларусь, а потому что мы к россиянам относимся с величайшим уважением. Здесь и безопасности для деток, для всех. И квартиры они у нас покупают. И дети их обучаются в наших школах, особенно москвичи. Поэтому, если у вас будет желание приземлиться где-то в Беларуси или людям из Камчатского края, мы с большим удовольствием вас будем здесь принимать и приветствовать. Уже после переговоров с Александром Лукашенко глава края подводил итоги для журналистов. И здесь есть необходимость рассказать о биографии Владимира Солодова. Ему чуть за 40, учился не только в МГУ, но и во Франции. Был заместителем палпреда президента России в Дальневосточном округе. Возглавлял совет директоров фонда развития Дальнего Востока. Руководил правительством в Якутии. Для молодого управленца карьера крутая. Особенно с учетом того, что Камчатский край при нем один из ключевых регионов во многом личного проекта Владимира Путина по выстраиванию Северного морского пути, то есть доставке грузов через Северный Ледовитый океан. Об этом в Минске тоже говорили, что очевидно, Беларусь это западная ворота союзного государства. Дальше те самые рынки сбыта Евросоюза. Камчатка сегодня это восточные ворота Северного морского пути. Позволяют сделать логистику в два раза дешевле и в два раза короче. Это реально альтернативно Суэцкому каналу. В этом году грузооборот превысил 20 миллионов тонн. А когда мы говорим о сотрудничестве с Белоруссией, самый главный вызов это расстояние. Так вот расстояние может быть преодолено Северным морским путем, доставляя в Беларусь востребованную продукцию в виде водно-биологических ресурсов. А Камчатка это главный рыболовный регион Российской Федерации. И встреч на поставке сельхозпродукции, продовольственных товаров. В дорожной карте нашего сотрудничества, которая будет принята скоро, несколько стратегических позиций. Первое, очевидно, морепродукты, но и рыбная мука плюс жиры, из которых на БНБК и не только, это переработают в энергоэффективное корма. Из Минска же увереннее будет экспортироваться техника и ее сервис. Тракторы, необходимые тяжелые техники, карьерные для горнодобычной промышленности. Все это важные опоры для развития экономики на Камчатке. И то, что сегодня есть возможности прямых поставок, о чем тоже прямо мы проговорили на встрече, и создание сервисного центра на Дальнем Востоке, обеспечение бесперебойного сервисного обслуживания, это второе важнейшее направление. Владимир Солодов скажет, да, цифры товароборота пока скромные, но важен сам факт стремления к большему результату. То же самое касается и туризма. Лететь, конечно, очень далеко и им к нам, и нам к ним, но после визита на Камчатку Александра Лукашенко ждут роста трафика, а приглашение белорусскому лидеру направлено. Воочию убедиться в его красоте. Я убежден, что визит президента позволит дать реальный, серьезный импульс и к интересу в качестве туристического направления в виде Камчатского края, и к фиксации тех результатов, которые мы к этому времени обязательно достигнем. Такая обоюдоуверенность в результате сильно поможет сотрудничеству. Сегодня и завтра губернатор Камчатки посетит еще и ряд наших предприятий, чтобы предметнее сформировать ту самую дорожную карту. Дорога эта будет, конечно, долгой, но будет. Игорь Тур, Сергей Янковский, Наши новости ОНТ. Почему и Александр Лукашенко, и Владимир Путин сожалеют о том, что отношения трех сестер Беларуси, России, Украины переживают сложные времена? Откуда у лидеров уверенность, что это не навсегда? И в чем белорусские журналисты увидели разницу между Константиновским дворцом в Санкт-Петербурге и дворцом независимости в Минске? Об этом и не только сегодня в программе пропаганда политического обозревателя ОНТ Игоря Тура, который на минувшей неделе освещал поездку президента в Россию и готов поделиться в том числе кулуарными инсайдами. Например, при всей насыщенности переговорного трехдневного графика Александра Лукашенко, пожалуй, самое главное в этой встрече не то, что сказано или подписано, а сам факт проведения Высшего госсовета союзного государства именно сейчас и именно в Санкт-Петербурге. Ведь это была личная просьба российского лидера. А еще почему гражданские ведомства и организации порой нуждаются в управленции силовых структур и чем грозит несистемность выполнения задач? Проект «Пропаганда» в эфире ОНТ сразу после выпуска новостей. Долгий путь домой. Опасное путешествие граждан Белоруссии из Судана, где они жили, в Минск, завершилось. Это была дипломатическая миссия. Людей пришлось вывозить из страны, в которой почти год назад обострилась военно-политическая обстановка. И находиться там сегодня небезопасно. Стрельба, нападение, грабежи. Этих ребят тоже ограбили, но, к счастью, они остались живы. Они ехали, плыли, летели. Но сами, без помощи, вряд ли смогли бы преодолеть все препятствия, в том числе визовые. И вот они дома. И впервые за долгое время в безопасности. Алена Красноносова. Своих не бросаем. Слезы радости не только от долгожданной встречи с близкими, но и за сознание, что все сложности позади. Ужасы боевых действий, ограбления, непростую эвакуацию и дальнюю дорогу. Через Египет и Москву пережили Амар и Мариам. И вот, наконец, они в безопасности. Я очень счастлива, очень счастлива. Я на родине. Радость, радость. Ну, радость. Я не могу даже ничего сказать. Амар и Мариам, брат с сестрой, родились в мешаном браке. До определенного момента семья счастливо жила в Судане. Из-за проблем со здоровьем их мама вернулась на родину. С собой взяла старшего сына, а двое детей остались с отцом в Судане. В апреле прошлого года ситуация там резко изменилась. В их город вошли боевики. Стрельба не прекращалась. Страшно было даже выходить из дома. Тогда Ольга поняла, детям угрожает опасность. Гражданская война. Вначале был просто какой-то, как говорили, заварушка, которая быстро закончится, военные быстро справятся, потому что у них авиация. Оказалось, все не так просто. Оставался единственный выход – бежать из страны. Безопасным местом выбрали родину матери. Дети пытались самостоятельно попасть в Египет, чтобы оттуда продолжить путь. Но возникли проблемы с визой. Тогда Ольга поняла, надежда только на белорусских дипломатов. Отреагировали быстро. Консул сам приехал на границу с Суданом, чтобы решить все трудности с эвакуацией. Обращение матери двоих вот этих граждан молодых было незамедлительно принято в работу консульской службы нашего посольства в Египте. К счастью, операция эта завершилась. Завершилась успешно на днях. В ней принимали участие и другие наши государственные органы. МИД здесь не работает один. Мы всегда работаем в связке с другими. Но, конечно, основная нагрузка легла на нашу консульскую службу. Вы знаете, что консул лично выезжал. Несколько дней находился на границе. Все рассказать не можем, но действительно большие усилия прилагал, чтобы это завершилось успешно. Путь через Каир, Москву и, наконец, Минск. Миссия выполнима благодаря силам наших дипломатов. Эвакуация заняла около двух недель. Ребятам было тяжело и страшно. Но главный итог. Амар и Мариам рядом с мамой и братом в Беларуси. Хоть пока этого не осознают, ведь еще недавно им приходилось ночевать даже в пустыне. Как-то еще не верится, честно. Не верится. Ну, маму увидели, уже легче стало. Я вот первую ночь спала без сновидений. И вот и до. И спокойно, вообще очень спокойно стала. Счастлива. Я же раньше вот вижу ребенка на улице маленького. Вспоминаю, вот мой Амарчик был такой. А где он сейчас? И вот так вот. Ну, все. Все закончилось. Слава Богу. Спасибо. Я очень рад, что наконец-то мы воссоединились. Семья воссоединилась. И они сейчас в безопасности, мы все вместе. И правда, главное, что все теперь в безопасности. И у ребят уже огромные планы на жизнь. Девушка по образованию врач и хочет работать медиком. Предстоит только сделать документы. А вот Амару надо закончить школу. Я хочу быть хирургом, но я училась на английском языке, я не знаю. Надеюсь, получится. У меня планы есть. Амар в школу надо. Да. Да. Будем учить русский язык, писать, читать и пойдет в школу. После школы пойдет в армию. История эвакуации этих ребят – еще один успех белорусской дипломатии. Не оставить в беде соотечественников, которые оказались в опасности за рубежом, поручение президента. И государство, несмотря на сложности, делает все, чтобы обезопасить своих граждан. Очень-очень счастливы, что вернулись на родину. Алена Красноносова, Александр Кривецкий. Наши новости ОНТ. Объективно и беспристрастно. Избирательная кампания вступила в самую активную и ответственную фазу. Набирает оборот предвыборная агитация. За процессом в регионах следят международные наблюдатели. В Гумеле долгосрочный наблюдатель от СНГ Евгений Клемесь ознакомился с работой окружных избирательных комиссий в администрациях железнодорожного и центрального районов. Сейчас здесь завершается работа с документами. Сверяются агитационные листы, изучаются личные дела и уточняются биографические данные кандидатов. Представитель миссии интересовался организацией рабочего процесса, составом избиркомов и подготовкой к проведению единого дня голосования. Мы не вмешиваемся в процесс голосования. Наша задача наблюдать и только после этого мы будем делать выводы. Вся информация будет передаваться в штаб исполкома СНГ. И там в штабе она будет обрабатываться. И только после завершения единого дня голосования мы дадим соответствующее заключение. Наблюдатель от СНГ пользуется заслуженным авторитетом на пространстве СНГ. Благодаря тому, что мы даем объективную, беспристрастную оценку. Как пояснили в окружных избирательных комиссиях, кандидаты активно включаются в процесс агитации, проходят пикеты, встречи с избирателями и выступления на радио и телевидении. Параллельно проводятся тренинги и семинары для представителей избиркомов. Миссия наблюдателей от СНГ – это около 150 человек. Она действует на основании положения, утвержденного Центр-избиркомом Беларуси. Выбираем будущее вместе. Информационно-просветительский проект «Паштука Белл» запустили по всей стране. Пригласить друзей и родных на единый день голосования можно с помощью именной открытки. На главпочтамте церемония гашения карточки началась по древней традиции – сигнала почтового гонца. Идею предложил БРСМ. Инициативу поддержали в Центральной избирательной комиссии и Министерстве информации. Главная цель проекта – напомнить гражданам об их конституционном избирательном праве и гражданской ответственности. Даже вот в это время развития информационных технологий получить такую красочную открытку, вот персонально адресованную каждому конкретно человеку, а если еще лично рукой заполнена она, да, и там что-то написано от руки, то это особо, наверное, ценится. Таким образом, напомним нашим избирателям, что 25 февраля – единый день голосования, и что это очень важная и ответственная гражданская обязанность каждого белоруса. Это еще один такой ход креативный – вовлечь молодых людей, которые, может быть, увлечены чем-то другим, силу возраста, хобби, учебы и так далее, становиться социально активными, ответственными гражданами страны, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Проект пройдет во всех регионах. Отправить именное приглашение можно до 20 февраля. Беларусь всегда славилась хорошими дорогами. Поддерживать имидж – задач не из дешевых, да и климат у нас такой, что, как ни латай, спустя время снова нужно ремонтировать. После зимы на дорожных ямах летят подвески, водители в который раз бронят дорожников. Проблему видят и поднимают на самом высоком уровне. Ведь трассы – и лицо страны, и комфорт, и безопасность. Как выполняются поручения президента, какие шоссе строят сейчас, и есть ли шанс у сельских дорог. Никита Поликевич вышел на тропу. Ах, дороги, как вы дороги. Пожалуй, только ленивый не будет сетовать на их качество. Ямы зачастую водителям стоят подвески и дополнительных финансовых ливаний в ремонт. Оттого все претензии дорожникам. Мол, почему дыры не залатали? И если в столице худо-бедно, а ситуация некритичная, то вот в отдельных регионах, а уж тем более в деревнях, иногда не доехать, не дойти. Больше года назад взять ситуацию под контроль поручил президент. Люди жалуются. Тогда, по заданию Александра Лукашенко, провели независимый контроль. А дорожники должны были выработать четкий план ремонтных дорог. Вывод один. На тройку. На тройку. Но что меня удивило? У вас в городе полсотни машин, которые в этот период должны работать с этим ямочным ремонтом. Полсотни – это за сутки. Если организовать достойно, можно навести порядок на дорогах. Должен быть план, должна быть задача на сутки. По ночам надо работать. Когда нет движения в основном где-то, может и днем, где движение низкой интенсивности, надо это проводить в порядок. Справились ли с этой задачей спустя год, уверяют, критичной ямочности в столице стало меньше. Обусловлено тем, что большой объем подготовительных работ провели в 23-м. Но даже самый качественный ремонт подвержен погоде. То плюс, то минус отреставрированные участки спустя время рассыпаются. И латать дыры приходится снова. Звучит как минимум неэкономно. Хотя усилия на устранение задействованы. Работа по устранению критической ямочности выполняется в круглосуточном режиме. Участники объединения задействуют около 70 человек ежесменно и около 50 единиц техники. Среднесуточное выполнение ямочного ремонта порядка 1200 метров квадратных. С начала текущего года уже выполнено на площади более 21 тысяч метров квадратных. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ямочности меньше. На сегодняшний день работаем только по устранению критической ямочности. Но в летний период уже будем думать о каких-то глобальных работах. Что им снег, что им зной. Спасением в белорусских погодных условиях должны стать бетонные дороги. Срок службы таких автомагистралей в среднем 30 лет. Долговечность и практичность основные преимущества. И несмотря на стоимость, которая чуть выше в сравнении с асфальтобетонным покрытием, в перспективе такие дороги окупятся, а значит нагрузка на бюджет станет меньше. Отдельные участки трассы М3 давно ждали модернизации. Одна из самых загруженных магистралей в стране станет для водителей комфортнее. Вместо двух полос будет четыре, предусмотрено по плану. А это уже как минимум позволит разгрузить трафик. Путь из столицы до Витебска сократится в разы. Что важно, бетонка строится из отечественного сырья. Премиальный статус первой категории получит до конца года. Тогда и завершат работы, чем не белорусский автобан. Продолжается в 2024 году реконструкция трассы Минск-Витебск на километре 41-56, порядка 15 километров. Дороги, которая будет в будущем первой категорией с четырьмя полосами движения. Первая категория позволит увеличить пропускную способность транспорта и увеличение скоростного режима до 120 километров в час по сравнению с тем, что было ранее. Знаете, эта идея витала в воздухе еще со времен Советского Союза. Из всех областных центров собственной кольцевой пока похвастаться может только Могилевщина. А ведь от слова к делу путь был долгим. Оно и понятно. Цена вопроса больше 140 миллионов рублей. С поддержкой госбюджета работа заспорилась. От старта до финиша меньше двух лет. Кроме очевидных плюсов разгрузки городских артерий и удобной инфраструктуры – долговечность. Для 12-километровой магистрали одежку выбрали тоже монолитную. 45 тысяч кубов бетона. Применены отечественные материалы. И этим мы выполнили распоряжение президента и о строительстве цементобетонных дорог, и о строительстве юго-западного обхода, улучшения экологии нашего областного центра. Потому что сейчас нет смысла ехать в город, когда проще, понятнее, доступнее, безопаснее объехать Могилев по кольцевой дороге в одну либо в другую сторону. Не только строительство новых, содержать в порядке нужны старые покрытия. В планах на 24-й отремонтировать около 300 километров. Это на треть больше прошлогодних планов. Но и финансирование подрастет на порядок. Увеличение финансирования на ремонты республиканских дорог позволило существенно снизить наличие ямочности на дорогах. И нарекания от потребителей. И я вам скажу, что если раньше звонили, часто выражали негатив, то сейчас диспетчеры отмечают, наоборот, больше благодарности к работе нашей организации. И хотя наши дороги на постсоветском пространстве признаны одними из лучших, ввиду высокого трафика и нагрузки полотно все равно изнашивается. И здесь одним ямочным ремонтом не ограничишься, нужна реконструкция. Понятно, что стоит денег и немалых. Так только в 23-м отремонтировано в полтора раза больше, чем два года назад. Если перевести в километры, то это более трех тысяч по всей стране. Что касается планов на этот год, то здесь также мы видим рост. Будет отремонтировано уже более четырех тысяч километров автомобильных дорог. Правительством изысканы дополнительные средства, что и позволяет нам увеличивать объемы работы. Продолжается реконструкция участка автодороги Р-53 от Смолевич до Жодина. Ввод в эксплуатацию в этом году в июне запланирован. Кроме того, реконструкция Р-53 продолжится дальше до Борисова. Устранить все дорожные проблемы моментально получится вряд ли. Объем слишком большой, ведь общая протяженность почти 87 тысяч километров. Но если акцент сделать на качестве и критические ситуации устранять вовремя, тогда нареканий получится избежать. А это сохранит и нервы водителям, и деньги бизнесу, и подвеску машин. Никита Поликевич, Виталий Гончарик, Ирина Недобоева и Владимир Недобоев. Наши новости ОНТ. Февраль начался с довольно переменчивой погодой. Столицу и другие регионы сегодня накрыла метель, которая то и дело сменяется дождем. Каких-то особенных проблем погода не внесла. На дорогах справляется коммунальная техника. В ГАИ организован круглосуточный мониторинг. При необходимости экипажи оказывают помощь. В Минске столкнулись два городских автобуса. Предварительно не из-за погоды. Девять человек доставлены в больницу для обследования. Погода? Благодать. А что плохая погода? Ну, главное, скорость соблюдать, конечно, дистанцию. Потому что, да, по дороге встречала и аварии, и серьезные такие. Но когда вот такие большие хлопья, оно, конечно, моментально залепляет и стекла. И, ну, то есть надо быть осторожнее. Еще только февраль начался. Еще и в марте будет снег. Ну, просто что он тяжелый сейчас. Если снег выпадает, мы все выходим сами. В выходной свой день. Вечером небольшое похолодание. На дорогах Гололезицы в течение недели по всей стране прогнозируют снег с дождем. Высока вероятность тумана. Дневная температура около ноля. Экзамен для отечественных производителей продуктов питания в год качества. В Москве открылась выставка «Прудэкспо». Крупнейший в Восточной Европе гастрономический форум задает моду на вкусную еду и напитки. А также дает возможность всем игрокам отрасли установить новые деловые контакты. Поделиться оптимальными бизнес-решениями и продвинуть свой продукт как в крупные торговые сети, так и через локальные точки продаж. В выставке участвуют более 2000 компаний из 40 стран. Беларусь традиционно представлена национальной экспозицией. На наших стендах только высококачественная продукция. Уже полюбившаяся россиянам и только-только сошедшая с производственных линий. Компания «Инкофуд» из Бреста на «Прудэкспо» представляет результат своего обновления. Бренд «Пелорусская традиция». Осовременен не только логотип. Представлены трендовая упаковка и дизайн, где главная идея — сохранение традиции в современном мире. Чтобы быть сытым и здоровым, линейка премиум продукта «Натура». Это деликатесы из натурального мяса, без искусственных ароматизаторов и ГМО. А чтобы все успевать, новинка — мясные намазки. Быстрый завтрак из мяса с добавлением растительного масла, зелени, орехов и грибов. Чтобы все это получилось, чтобы повысить свою конкурентоспособность не только на белорусском, но и зарубежных рынках, «Инкофуд» постоянно работает над модернизацией производства. «Это очень важный процесс и совсем не короткий, а очень даже долгий процесс. Это работа технологов над рецептурами, это планирование покупки нового оборудования, инвестиции в качество. Так что этот процесс очень достаточно серьезный». Но он уже приносит плоды. Сегодня продукция компании «Инкофуд» поставляется практически во все регионы России. Предприятие имеет здесь своего дистрибьютора. Увеличить экспортные продажи брещане намерены в том числе и за счет новой экологичной упаковки. Это стеклянная банка. И увеличены их за счет особых рецептур сроков хранения некоторых своих продуктов. Первые шаги к большим соревнованиям. Спортивный праздник молодые атлеты собрал в Могилеве особенных детей. Организаторы инклюзивного проекта – президентский спортивный клуб и белорусский комитет Special Olympics. Интерактивные игры, состязания, викторины. В программе простые и интересные виды активности. Участники – воспитанники дошкольных учреждений и коррекционно-развивающего центра. В детском саду, который принял соревнования, большой опыт инклюзивной работы. Особенные малыши здесь целиком интегрированы в общеобразовательный процесс. Мы сегодня видим, что и государство делает очень много для этих детей. И при поддержке президентского спортивного клуба мы ежемесячно, а иногда в месяц, несколько мероприятий проводим для лиц с особенностями психофизического развития. Это и привычка здорового образа жизни, это и физическое развитие. Все, что мы заложим у них сейчас, мы потом получим после 12 лет хороших, настоящих спортсменов Special Olympics, которые представят нашу страну на более высоком уровне. Вообще у спорта нет границ. И поэтому, наверное, это самое такое благодатное направление, где могут объединиться дети нормы и дети с особенностями психофизического развития. Главная задача – это дать возможность каждому почувствовать себя спортсменом и каждому почувствовать, что он добился результата. То есть его медаль, она заслужена. Я сумел, я сделал, я смог, я молодец. Организации проведению таких состязаний специально обучают волонтеров. Сегодня подготовку прошли студенты Могилевского государственного университета. Белорусский комитет Special Olympics объединяет и дает возможности особенным людям реализовать себя в спорте. Вот уже три десятка лет соревнования, фестивали, турниры, тренинги, семинары. В копилке сотни мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и построение инклюзивного общества. Деревянная пластика до и после реставрации. В национальном художественном комплексно исследуют самую большую в мире коллекцию белорусской скульптуры 17-18 веков. Часть свежих открытий уже на публике. С этого дня приглашают на кураторские экскурсии по выставке нашего сакрального наследия. Такое зримое воплощение концепции развития национального культурного пространства в год качества и 85-летия главного арт-музея страны. Александр Матяц от тайного к явному. Он ждал этого взгляда и прикосновения с прошлого столетия. Святое музейное приобретение 90-х от частного лица. Скульптура 17 века из мягкой липы. Откуда точно родом, пока пелена неизвестности. Лекарь шедевров, несвободный художник. Сейчас нужно будет начинать с каких-то зандажей красочного слоя. Кто-то в свое время тут что-то пытался найти. Я вижу, что грунт, с которого удалена эта штука, это, видимо, на местах утрат. Он имеет хороший такой кракелюр, свойственный старой вещи. А для реставратора представляет особую ценность и красоту даже, когда идет такая сетка. Когда дело имеешь со скульптурой, так здесь, если даже нет полихромии никакой, не осталось, то есть пластика, которая сама за себя говорит. Варианты после того, как уже на виду у всех в новом выставочном корпусе Храма искусств. Бог-отец, бог-сын, херувимы, которым помогли воскреснуть. Фигуры из Пинска премьерные, еще никогда ранее. Десять экспонатов из более чем 80. Скульптура, якая у нас выявлена на афише, саправды высокий мастацкий твор европейского узровню. Некоторые доследчики вельми сурьюзные и наши, и замежные датуют гэтую скульптуру в уголе 17-м стагодзям. Мы зараз схиляемся до меркования, что это початок 18-го стагодзе, але у любым выпадку, гэта хиба, что першые скульптуры вельми динамичные, вельми экспрессивные и, по-саправдному, бараковые. Шерахтворы у першыню представлены широкому глядачу. И, напевно, найбуйнейший из них и самый важный, гэта скульптура бискупа Святого Войцеха, який походит из Гродзенского Бригитского костела. Обожженная временем статуя сыграла роль в хрестоматийном фильме по роману и сценарию Короткевича «Христос проземлился у Гародни» 1967 года. Это выставка исследования, над которым куратор продолжает трудиться. Первая авторская экскурсия. У каждой вещи здесь своя история и захватывающий сюжет, достойный бестселлера «Ангел», который летит в XVIII век где-то возле Быхова. Это искусство было в плену нацистам. Ценность вернули на родину, а теперь и зрителю. Вообще, из довоенного музейного фонда выжили единицы памятников. Образцы культовой пластики, вероятно, снова в ансамбле. Такое торжество, мол, у святых и посланников небес в книге поступлений до 1941 года номера один за одним. Экспозиция – символическая презентация национального культурного пространства. Конечно, Национальный художественный музей изначально с этой концепцией соизмерял выставочный план своей деятельности на 2024 год. Потому что это, безусловно, очень важно. И как раз-таки данная выставка, первая выставка в этом плане. Необходимо популяризировать достижения национальной культуры. И это достояние в его самых прекрасных формах транслировать в мир. Для того, чтобы эти лучшие уровневые формы искусства воспитывали народ. Чердаков, подвалов, колоколин, некогда заброшенных церквей, спасенные от верной гибели. 85 лет спустя сотрудники главного арт-музея продолжают. Благое дело уже не просто святой, а епископ. Скульптура из костела в Свири под Мяделем станет явным. Александр Матяс, Виталий Мотин. Наши новости. О погоде узнаем у Анастасии Кирилловой. Настя, добрый вечер. Добрый вечер. В ближайшие дни в атмосфере по-прежнему неустойчиво. Температурный фон по стране достаточно контрастный. Холоднее в северо-восточных районах, теплее в юго-западных. Однако во второй половине недели начнут поступать все более и более холодные воздушные массы. Ночью по юго-западу, а днем во многих районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Его перемещения через Беларусь будут сопровождать обширные и плотные поля облаков, осадки и паровистый ветер. Итак, во вторник облачно, а во многих районах снег с дождем. На дорогах гололедится. Ветер западный, юго-западный, умеренные временами паровистый. Днем по юго-западу сильный. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем падать. Утром от минус четырех по востоку до шести тепла по юго-западу. В результате повышенной влажности и паровистого ветра по ощущениям будет холоднее. Днем столбики термометров на отметках от минус двух в северо-восточных районах до плюс восьми в юго-западных. К вечеру в диапазоне от минус четырех в Витебске до плюс семи в Бресте. В среду атлантический циклон, двигаясь с юга Швеции через Беларусь, принесет облачную погоду. Снег и дождь. Ночью утром осадки сильные. Ветер переменных направлений порывистый, временами сильный порывистый. Ночью от минус семи по северо-востоку до плюс шести по юго-западу. Днем от минус четырех по северу до восьми тепла по югу. В четверг начнет поступать более холодный воздух с северных широт. Температурный фон понизится в среднем на 3-5 градусов. Пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный и умеренный. И у меня на этом все. Ответы на актуальные вопросы о погоде и не только вы можете найти в нашем телеграм-канале. Рябов ответит. Подписывайтесь.